Всем привет, с вами Пауль Крец, и у меня снова в гостях Саня Надеев. Всем привет. Кто не видел, посмотрите предыдущий видосик, когда он был у меня в гостях. Мы обсуждали Первый Пятак и Портретник 135.2.8. Вам этот видосик очень даже зашел, поэтому сегодня повторяем встречу. И сейчас весна, голос у меня чуть гнусавит, я мучаюсь от аллергии. И недавно было совсем тепло, а сейчас вдруг внезапно похолодало и стало мрачно. Но тем не менее мы решили выйти и попробовать поснимать немножко. Ну просто поснимать. И в частности мои портреты попробовать поделать. И в связи с этим обсудить этот вопрос. И вот скажи как раз касательно погоды. Как тебе такая погода и какая вообще является лучшей для портретов на твой взгляд? Ты знаешь, это все индивидуально, потому что я, например, ненавижу эту погоду. Считается типа паспортно, когда такое ровное освещение, оно подходит для портретов. Но я ненавижу. Я считаю, что лучше пойти в солнечную погоду, взять ассистента с рассеивателем получить какой-то более-менее интересный световой рисунок, чем вот такой вот скучный, который сейчас есть. Это слишком легко, мне неинтересно такое. Да, интересно. Ну и я сегодня с Аней подогнал фотоаппаратик свой. Нынешний свой. Снимаем видос мы сейчас на Canon. А у тебя что в руках? Ник. 7000. Ну, что можешь сказать про этот фотик и про, собственно, объектив, который сейчас на нем висит? Про фотоаппарат, на самом деле, с тушками Nikon у меня такая достаточно большая-большая проблема. Я в них особо не разбираюсь. Я знаю, знаешь, так, голопом по Европам и то, что было у меня непосредственно. А у меня был Nikon D4. Флагман, скажем так. Король королей, так называемый. На момент, по-моему, 2012-го года, 2011-го. Не помню, когда он уходил. В общем, давно это было. Про объектив могу сказать. Прекрасный бюджетный объектив. Полтинник 1.4 D-серия с отверткой. Честно говоря, я считаю, что... Я большой фанат полтинников на Кропе. Я не люблю полтинники на полном кадре, потому что... Ну, такое себе. А вот на Кропе мне прям нравится. Фокусное расстояние какое-то такое более-менее портретное. Ты как бы недалеко от модели, но при этом достаточно близко. И можно какой-то визуальный контакт с ней держать. Получается... Ну, мне нравится, во всяком случае, как выходит. Ну, давай тогда попробуем поделать несколько кадров на этот Кроп с полтинником. И покажем вам результат. Друзья, сегодня говорим о том, как снимать клевые фоточки даже на простые дешевые старые фотоаппараты. В связи с этим хочу вам представить спонсора нашего сегодняшнего видео. Это сервис Stories AR. С помощью которого можно оживить буквально, придать новую атмосферу и освежить эмоции и воспоминания. Даже на самых старых фотках и вообще на любых. Неважно, с новых, модных, дорогих фотоаппаратов. Или с дешевых, старых, или с телефона, или вообще даже старые какие-нибудь печатные черно-белые фоточки. Все их можно оживить и придать им новую эмоциональность и новую ценность. Ну, чего об этом долго говорить, гораздо лучше вам это показать. Смотрите, инструкция есть на сайте, а я вам покажу прямо наглядно. Например, загружаем фотографию на сервис, который вы хотите оживить. Загружаем видосик, которым вы будете это делать. И буквально третьим кликом получаем QR-код. И при сканировании его и наведении на экран, экрана на фотографию, смотрите, она оживает прямо на глазах. Становится живой фотографией. Это ли не чудо? Этим вы не только порадуете близких, родных и друзей, но и также повысите ценность вашей работы, если вы практикующий платный фотограф. Понятно, что такая вот услуга живой фотографии будет стоить гораздо дороже, чем простая фотосессия. Так что, если хотите попробовать, можете это сделать прямо бесплатно. Смотрите, кликаем на сайте, падаем в самый низ. Здесь есть тарифы для тех, кто уже впечатлился и готов бомбить и зарабатывать больше. Ну, а всех остальных нажимаем начать бесплатно, быстренько регистрируемся, тестируем. Потом возвращаемся в этот видосик ко мне и пишем в комментариях, что у вас получилось. Ну, а попутно, конечно же, все это можете сделать по ссылке в описании. И большое спасибо сервису за то, что поддерживает наш канал. Возвращаемся в видос. Хорошо. Вот мы сейчас сидим и обсуждаем. Тут Саня все щелкает, кадр за кадром. Я ей говорю, сейчас нас шлепаешь там, а мне потом, блин... Все это разгребать. Потому что я, например, сторонник того, чтобы лучше побольше уделить времени постановке кадра. Вот. Но и снять там один, два, ну, три, может быть, максимум дубля. Вот. А Саня тут шмаляет просто десятками снимков. Spray and Prey, что называется. Что вам сказать? Я так люблю, на самом деле. Я долгое время снимал на пленку, целлофановую. На фото пленку. И я считаю, что, ну, блин, лучше сделать пару лишних кадров, чем не сделать их вообще. Вот. Тем не менее, потом будут результаты, всегда что-то можно выбрать. Потому что современные вообще фотографы... Сейчас проблема, на самом деле, в том, что ты не знаешь, что выложить, что отобрать. Вот. Потому что люди снимают много и порой даже выкладывают что-то не то. Вот. И не проводят тщательный отбор снимков. Вот. И я люблю отбирать снимки. Я все равно потом выберу только там из целой серии два или один. Ну да. По времени получается примерно шило на мыло. То есть, моим способом экономится время на посте, но зато, когда делаешь кадр, много времени тратишь. А твоим способом ровно наоборот. Быстро все нашмалял, да. То есть, модель не раздражаешь. Да. Тем, что там долго что-то настраиваешь, бегаешь вокруг, настрелял. Но зато потом тратишь время. Смотря на что мы еще снимаем. Потому что я люблю очень старые ретро-камеры, скажем так, олдскульные немножечко такие, знаешь. Начало цифровой эпохи. И там, ты знаешь, автофокус не самый точный. И это привычка еще, знаешь, чтобы если я попаду в нефокус какой-нибудь, там, у меня куда-нибудь улетит он за голову, фронт или бэк будет, я всегда смогу что-то отобрать. Потому что я каждый раз меняю фокусировку. Ну, это если у тебя, соответственно, фотосессия позволяет. Вот. И модель готова ждать. И с неспешной фотосессией, да, конечно, можно. Вот. А так по времени примерно одно и то же. Либо быстро нашмалял, потом много времени тратишь на то, чтобы отобрать что-то удобное. Либо наоборот, много времени тратишь на съемку, но зато потом на посте у тебя сразу же там готовые кадры. Только берешь, обрабатываешь, выбирать особо не надо. Когда ты снимаешь только на камеру одного бренда, у тебя немножко другое представление вообще о том, как оно должно быть. Это мы обсуждаем просто автофокус. И вот я считаю, на D7000 вообще шикарный фокус, никаких проблем нет. Вот сейчас Саня снимал, что скажешь. Прекрасно. Ну, для зеркала, для зеркалки великолепно. Да, причем ты снимал сейчас только через оптический видоискатель. Вот. А у него же еще есть лайфью. И в лайфью с отслеживанием лица тоже вообще довольно шустро. На самом деле лучше вообще любой автофокус, чем никакого. Но тем не менее. Да, я думаю, что мы сейчас это проверим и попробуем зайти сейчас в кофейню. Немножко отдохнуть. Кто там чем спокоит? Хлебнуть кофейку и попробовать пощелкаться в кофейне. Проверить вот парочку светосильных объективов и, соответственно, две тушки у нас здесь, Никоновские. Как они в помещении и, в общем-то, в потемках будут снимать. Пойдем вот сюда. Уж какая прелесть. Потики. Вот он наш D7000. А у Сани сейчас D60 с 35-ником 1.8G. Попробуем тут в полупотемках пощелкать со светом от окна. Ну, мы сейчас увидим, как он меня щелкает. Абсолютно дешманский фотоаппарат. Просто 2000 рублей стоит. Потрясающе. Ну, правда, объектив, конечно, десятку стоит. Вот. Но сам фотоаппарат абсолютно копеечный. И посмотрим, что Саня нам сможет с ним сделать. Камеру тоже. Вот. Мы после съемки на улице обнаружили, что очень много кадров не в фокусе. Потому что я растыка. Да. Но потом я посмотрел и понял, в чем фишка. Штука в том, что на D7000 много точек автофокуса. Там 39, по-моему. Ну, в большом обзоре я все подробно расскажу. Вот. Но из них только 9 или 15, что ли, крестовых. Вот. А Саня использовал самые крайние на мне. И они, конечно же, не крестовые. Я фотографирую. Я, наверное, очень странный человек. Но я использую только крайние точки. Вот. Ну, скорее всего, они просто не крестовые. Поэтому сильно косячили. Вот. И поэтому много кадров не в фокусе. А так-то фокусировка вообще довольно хорошая у этой тушки. Вот. Ну, а фотки, которые мы делаем здесь в кофейне, вы, конечно, видите. Так, ну, поснимали мы вот на D7000 и D60. Здесь, значит, полтинник 1.4. И здесь D-версия, отвертышный. И здесь 35-1.8G, более современный. Хотя тоже ему уже, наверное, больше 10 лет. Ну, и что, как впечатления? Да, прекрасные. Потому что я, в общем-то, работал с техникой Nikon. Чем мне нравятся вообще фотоаппараты Nikon? Они какие-то более-менее честные по сравнению с Canon. Потому что Canon очень любит урезать свою продукцию мощности, например, по чипам. Видео элементарно они снимают, фокусируются немножко по-другому. Чтобы был разброс между моделями. Можно было, вот, допустим, хочешь ты камеру, которая будет снимать хорошо видео, или фокусироваться прекрасно в тематике. Тебе нужно помимо... Нет, не знаешь, это... Даже как это сформулировать не могу. Ну, пока вспоминаешь, как сформулировать. Мы с тобой тут обсудили одну очень клевую фичу, которая вот есть у Nikon. Это подсветка автофокуса. Да. То есть тупо лампочка бьет вперед. Ну, туда примерно, где точка автофокуса находится. Там, соответственно, резко становится светло. Там очень легко фотоаппарат фокусируется, потом лампочка выключается. А точка уже сфокусирована. Вот. У каких-то старых Canon это тоже было, а потом убрали. Да. Значит, по поводу Canon. Конечно, Canon урезает функционал камер, чтобы они не конкурировали между собой. У Nikon немножко другая политика. Они вот все, что у них есть, ну, в пределах разумного, они вот пытаются запихнуть в эту тушку. Единственное, что, может быть, они сэкономят на качестве, потому что там будет использован пластик, может быть, что-то будет некачественное. А надежность камер Nikon весьма переоценена. Это факт. Чиниться они очень плохо. Вот. Неоднозначно к ним можно относиться, тем не менее. Я делаю параллакс. Да, я должен что-то осознать в этот момент. Да, очень эпично. Ну, так вот, политика Canon и Nikon абсолютно разная. Что у Canon методика такая, чтобы больше продать, нужно одни и те же функции в урезанном состоянии раскидать на разные камеры. У Nikon все-таки немножко другой подход. Они пытаются максимально упихнуть, шинковать камеру современными технологиями, но сделать подешевле корпус. Может быть, затворчики, наверное, подешевле. Ну, вот, например, известная вот камера Nikon D600, кажется. Могу ошибаться. Прекрасно снимает, великолепную картинку дает. Она в руках крошится. Она просто разваливается. У нее, извините, затвор, я не знаю, из чего сделан из говна, извините, и пардон. Но это так. И они потом, настолько было все плохо, настолько она была удешевлена, настолько она пластиковая, что они потом тут же выпустили 610, да, где немножко все получше. Вот. Но камера великолепная. Ну, вот именно в плане картинки она великолепная, но она настолько хрупкая. Вот. А Pentax это что-то хотел проникнуть. Да. А, значит, политика Pentax. Они вот, если, значит, Nikon, они экономят о материалах, то Pentax, например, они могут чуть-чуть урезать функционал, но в основном они все свои камеры, последние, да, вот последняя у них вышла, которая Chrome снимает в ЧБ, типа в самом правильном ЧБ. Вот. И, кстати, это имеет место быть, потому что кто надо, ее тут возьмет. Все-таки Pentax это такой бренд, ну, не для всех. Это такая японская лейка. Только подешевле, конечно, и за разумные деньги. Без какого-то ореола таинственности. И, в общем, они в свои камеры пихают вот все, что можно. Они ничего нового добавить туда не могут, ну, скажем так, сверх кардинального, и они пытаются улучшить старое. Добавить какие-то вкусняшки, плюшечки, вундервафельки, чтобы сделать камеру интереснее. И вот именно те, кто снимают, в общем, только на Pentax, мне кажется, такие сдадроты в хорошем смысле, это вот именно для них, это вот для конкретного комьюнити. И эти камеры, они очень такие вот интересные, потому что столько в них, скажем так, любви, даже в этом плане. Такое ощущение, что даже этот бренд работает для того, чтобы, наверное, сделать какую-то камеру, которая будет именно для тебя. Это не коммерческий комбайн, который пытается делать Canon. А Nikon, он пытается усеять на двух столях. Они вроде пытаются куда-то в искусство сделать какое-то элитированное, лимитированное. У них даже есть, по-моему, FD, если не ошибаюсь, Nikon, который в ретро-корпусе. Да, типа такой красивый весь, да. Ужасная камера, отвратительная камера. Вот она реально тоже в руках крошится. Если владельцы FD, или как она называется, уже не помню, есть, то вам привет большой. Но она красивая, но она вот абсолютно никакая. В плане эргономики это ужасно просто. А Pentax, они пытаются и красоту сочетать, лимитированность и свое какое-то японское сумасшествие какое-то такое туда привнести. Мы сюда приложим пару кадров вот на твой Pentax. И на какой объектив? 7.7 LIM. То есть это какая-то модная ограниченная серия, да? Это считается лучший объектив, который вообще сделала компания Pentax. Великолепный, прекрасный объектив, портретник. То есть в эквиваленте это примерно там 110-2.8? На кропе, да, это будет на 110-2.8. Прекрасный объектив, что могу сказать. А тушка какая мы сейчас щелкали? Лимитированный Pentax K10D. Любимая камера. Лимитированная, потому что это ограниченное издание, которое было выпустено в 2007 году в честь победы камеры на различных фотоконкурсах. Ну вот так традиционно уже немножко рандомно мы поболтали о том, о сём. Если вам что-то еще интересно, чтобы мы с Саней обсудили, чем-то поделились, оставляйте комментарии, и мы снимем для вас либо отдельный ролик, либо выйдем снова в стрим. Вот, ну что скажешь напоследок? Не важно, на что снимать. Главное, снимайте и получайте удовольствие. Это, наверное, самое главное. Ну окей, всем спасибо. Не забудьте подписаться, поставить лайк Саню. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok